Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел напомнить, что у меня есть свой промокод Пишите вместе Капсом Кирилл Гейм На пятом уровне вы получите 50 тысяч На десятом уровне вы получите 100 тысяч Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холли Плей Ну что ж, давайте я начну вам все рассказывать поподробнее Ну и по порядку, в принципе Начнем с того, кто меня наебал Наебал меня мой знакомый Ну как знакомый Можно сказать, что наебал меня мой подписчик Мой подписчик, который С которым я знаком, короче, больше чем полгода И он, короче, меня обманул Обманул довольно-таки на крупную сумму А именно 13 миллионов, пацаны 13 миллионов, это просто, ну, довольно-таки Для меня, на самом деле, большая сумма Возможно, кто-то думает, что я Такой жесткий мажор просто на сервер У меня там в банке там по 100 миллионов Но для меня 13 миллионов Это довольно-таки очень даже большая сумма И я, на самом деле, довольно-таки недоволен Тем, что меня обманули. Ну, я думаю, все недовольны, когда их кто-то обманывает. И ник этого человека я ставлю, в принципе, на экране, потому что мне как-то трудно его прочитать. Но, я думаю, вы можете сами его запомнить, как бы. Раньше у него был ник Эльдар Путбуль, если что. Я думаю, может быть, кто-то его даже вспомнит. Вообще, с чего всё началось? Началось с того, что я хотел купить семейный бизнес СТО в Арзамальсе. Получается, мы скинулись с семьёй, там, деньгами, но всё равно не хватало. И я принял решение продать свою машину. Audi R8 с номерами AMR-39. И, как бы, я катался на машине с этим человеком, и он когда-то мне предложил, типа... Ну, точнее, спросил, продаёшь ты эту машину или нет? На тот момент я её не продавал. Но потом я вспомнил, что он хотел у меня её купить, и я написал ему ВКонтакте. Скриншот я ставлю на экран. Я написал ему ВКонтакте и предложил ему эту машину за 35 миллионов. Для кого-то покажется, что это сильно дорого за AMR-39, но моя цена была такая. Как бы, его никто не заставил покупать, поэтому моя цена была именно такая. Я предложил ему купить эту машину, но у него не было денег, у него было, по-моему, только 21 миллион. И поэтому я предложил ему, или он предложил мне, в рассрочку, типа, машину. То есть, сейчас я продаю машину за 20 миллионов, и потом он мне остальные деньги должен будет отдать через 2 недели. Договор был у нас такой. Также у нас потом был диалог, в принципе, голосовыми сообщениями. Я ему присылал, как бы, где-то, наверное, спустя неделю он мне написал о том, что вот, мне говорят, что 35 миллионов за эту машину это дорого. Я говорю, типа, тебя, как бы, никто не заставлял её покупать. Я пошёл, понимаете, ему навстречу, дал ему 2 недели, чтобы он отдал мне эти 13 миллионов. Есть видео, как я ему продавал эту машину. Просто есть все пруфы, максимальные пруфы есть, то, что он мне должен отдать 13 миллионов спустя 2 недели. И что вы думаете? Получается, я ему машину продал 12 числа. То есть, получается, что 12 мая я продал ему машину. И 26 мая он должен мне отдать было 13 миллионов, то есть, через 2 недели. Я захожу в ВК 26 числа, хочу ему написать о том, чтобы он отдал мне долг. Я захожу в ВК, хочу ему написать, смотрю, я у него в чёрном списке. Думаю, окей, хорошо. Хорошо, захожу в игру, нахожу его, он стоит на Нашанин, это Мерседесе. Он, кстати, номера с Ауди перестал на Мерседесе, Е63. То есть, номера МР-39 стоят у него на Мерседесе. Я подхожу к нему в игре, пишу, типа, когда ты долг дашь, типа, чё за дичь? Он просто берёт его офис, и так было несколько раз. Ну, я думаю, все понимают, что он просто-напросто меня кинул. Я обратился к Роме. Рома это разработчик мода, в принципе, на Амазинге. Рома отказался мне помогать, ну, в принципе, не важно. Потом я написал, получается, тестеру, администратору Алекс Джонас. Я написал ему, скинул ему все пруфы, на что он мне ответил, что мне поможет. Он может либо связаться с этим человеком в игре, заставить его, типа, ну, типа, давать деньги там и так далее, либо бан. Либо просто его забанить. Пока что этот человек, этот игрок, который меня кинул, он заходил последний раз 29 мая. То есть, он вообще не заходит в игру, и поэтому администратору не как с ним связаться. Как бы я бы мог сказать, давайте ему просто бан и все, но я на самом деле надеюсь на то, что все-таки мне вернут мои 13 миллионов. Точнее, этот наебщик вернет мне 13 миллионов, и деньги куда-то потрачу. Поэтому я надеюсь, что он когда-то зайдет в игру, его выцепит администратор, и этот ублюдок, который меня наебал, он отдаст мне эти 13 миллионов. Ну, в принципе, насчет обмана, я думаю, вы все поняли. Давайте я немножко затрону тему бизнеса. Я недавно снимал видео о том, какая финка у бизнеса за месяц. И два умника написал о том, что вот я накрутил финку и радуюсь накрученной финке. Но они не понимают то, что мне от тюнинга приходит не 100%. Вот, например, вы поставили чип за 1 миллион, и мне от этого миллиона придет только 25%, то есть 250 тысяч. Они этого не понимают и думают, что я как бы накрутил финку и радуюсь тому, что у меня накрученная финка. Накрутил я, может быть, ну, лямов 5, там, максимум. Это максимум я мог накрутить, там, миллионов 5. Потому что тачка на прокачку я всего лишь выпустил, там, по-моему, 3 серии. Даже 2 серии, по-моему. Типа, блин, если я прокачал машину, допустим, на 3 миллиона, мне придет оттуда примерно миллион, понимаете? Поэтому я бы не мог накрутить так финку. Да, не спорю, что немножко финка накручена, но, там, максимум 5 миллионов я накрутил, и все. То есть, ну, как бы 25 миллионов чистая прибыль. Это нормально. Я считаю, что это нормально, поэтому, прежде чем писать такие комментарии, пацаны, хорошенько подумайте. Вы, я уверен, об этом даже не знали, что 25% всего лишь сдается, и начали писать такую дичь. Поэтому, прежде чем писать такую дичь, просто хорошенько подумайте, узнаете там и так далее. Потому что меня реально это немножко взбесило. По вот, ты радуешься накрученной финке, мне жаль тебя. Мне вас жаль, пацаны, потому что вы не шарите. Вы просто не шарите, понимаете? Еще бы я хотел сказать о том, что если бы в бизнесе была бы только накрученная финка, я давно бы его просто-напросто продал бы, и все. Я бы не держал бизнес, у которого накрученная финка, и он не приносит вообще денег. Понимаете? В это бы не было никакого смысла, поэтому я в любом случае бы его сразу нахрен продал, и все. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду вас, может быть, держать в курсе, вернут ли деньги или нет, я об этом в любом случае, я, наверное, вам скажу. Но я думаю, что этот чувак долго не будет заходить в игру, поэтому мои 13 миллионов мне не вернутся.